Давно известно, что общение с животными очень полезно для детей. Плюсов от такого взаимодействия огромное количество. В первую очередь это, конечно же, положительные эмоции. Они очень важны для детей, а особенно с ограниченными возможностями здоровья. Работники и воспитанники конно-спортивной секции Асбеста организовали небольшую экскурсию для группы таких детишек. Экскурсия нужна для дальнейших действий. В дальнейшем мы хотим, чтобы у нас была адаптивная верховая езда для детей-инвалидов. Это известный факт, что для детей-аутистов верховая езда – это в первую очередь помощь. То есть если это будет комплексно, то это будет огромный большой плюс. А пока это в планах, но первый шаг сделан. Дети посмотрели, как выглядят лошади на манеже, близко пообщались с этими прекрасными животными, посетили конюшни. Родители ожидают благоприятного эффекта от таких взаимодействий. Известный факт, что дети начинают говорить. То есть дети-аутисты благодаря ипотерапии той же или верховой езде адаптивной начинают вести диалог. Это очень важно для нас, потому что наши дети не умеют не говорить в основном, и даже какую-то обыденную фразу они не могут сказать. Это положительный фактор. Любое общение с животными несет ту или иную поддержку ребенку и родителю, соответственно. То есть они становятся более спокойными, более адаптированы к окружающему миру. То есть те же зоопарки не просто так делают для того, чтобы детям было комфортно. Тренеры конно-спортивной секции не занимаются ипотерапией. Это непростой вид лечебной физкультуры, для которого нужны подготовленные специалисты. В таких контактных экскурсиях тренеры не отказывают. Однако, по словам Лидии Марининовой, основной упор секции – это конный спорт. Ну, у нас, например, в секции 9 лошадей. Они все разных возрастов, в принципе, у нас. Есть уже, которые лошади возрастные, но они, например, ведут, у них ведется легкая работа, без тяжелой нагрузки. Есть более спортивные лошади, у них уже идет более такая, побольше нагрузка идет. Есть три вида спорта у нас, мы развиваем в нашей секции. Это выиска, конкурс и вольтежировка. По словам тренеров, родители тех детей, которые ранее побывали на подобных экскурсиях, отметили положительные изменения в поведении своих чад. А это значит, что такую работу стоит продолжать. Продолжение следует...